Мы ёжики, мы ёжики, мы обожаем кожики, но чтоб не превратиться в колобки, мы спортом занимаемся и солнцу улыбаемся, и потому здоровы и крепки. Душевная молодость. В чём её секрет? Екатерина Васильевна Белова нашла его в спорте. Разминает косточки людям разного возраста, с ограниченными возможностями физического здоровья. У меня есть в группе женщина, которая не могла из-за коленного сустава приседать. Она буквально немножко позанималась и потом с таким восторгом показывала. Смотрите, я уже сажусь, приседаю. Самое главное движение, и как вы видели, комплекс подобран настолько по возрастным, по заболеваниям. Он вроде бы прост, как зарядка. Утром вы встаёте, делаете зарядку. Вот точно так же у них как зарядка. Начинается с верхнего плечевого пояса и заканчивая ногами. Тренажёрный зал и гимнастика. Три занятия в неделю. У меня, например, плечо болело. Сейчас его не болит. Левая нога даже на больничном была. Сейчас уже пуп-пуп. Вот как стала ходить, два года не болит. У меня коленный сустав. Я сама удивляюсь. Всё нормально. И поясницу. Мы же разминаем. Тут же все движения, все мышцы работают, все суставы. Поэтому очень хорошо. Это очень хорошо, кто это придумал. Что мы пожилые люди и ходим здесь занимаемся. По губернаторской программе развития физической культуры и спорта выделили субсидию. И теперь адаптивные физкультурные занятия в фитнес-клубе «Тайквандолэнд» бесплатны. А спорт чужий со мной. Я на лыжах ходила, я на велосипеде езжу. О болячках здесь не говорят, не плачутся. Вот и Лидия Станиславовна в свои 82, упражняясь и про возраст забывает. Сильно у меня нога болела. У меня поясница сильно болела. Вообще в этом возрасте какие такие были, знаете, вот как бывают обычно. Вот в таком возрасте какие болячки старческие, да. Но сейчас я себя чувствую такой молодой. После вот пяти лет занимаюсь. Я вообще не знаю. Я почти не болею. Редко. Главное на таких занятиях не навредить себе физической нагрузкой. Например, избегать наклонов, чтобы голова вдруг не закружилась и давление не подскочило. Но ко всем подход индивидуальный. Они здесь не только физически занимаются, они общаются между собой. Они меняются рецептами приготовлений. Они меняются своими выращенными на огороде чем-то. Кто-то не вырастил, они приносят излишки свои, делятся между собой. Дают рецепты, как лучше засолить или как лучше сварить. Затем у нас ежегодно мы делаем 8 марта и Новый год. Мы отмечаем, как называем, корпоратив, да, скажем. По 40 человек где-то плюс-минус собирается. Это с трёх разных групп. За три месяца поклонников здорового образа жизни набралось 90 человек. Это ещё раз доказывает, заниматься спортом никогда не поздно.